У нас мать и два детей, консультант равный равному, Мерике Кандер. Мерике будет делать свой доклад в форме интервью. Её интервьюирует Эвен Шнайдер. Добрый день, Мерике. Мне очень приятно, что ты готова поделиться с нами своей историей, характерной для твоего детства. Добрый день, Эва. Для меня очень приятно обратиться к вам и поделиться своей историей. Мечты, как говорят, сбываются. Дом моего детства находится в прекрасном Хииме, где я первые 10 лет росла. И вместе с своими родителями, дедушкой и бабушкой у нас был свой дом, прекрасный сад, море, лес. Ну, что ещё может ребёнок пожелать? Но нашей семье определяла роль главная бабушка. Если что-то не отвечало её желаниям, это отражалось на отце, на меня. Потом отражалось на мою сестру. Я самая старшая была. Если мы делали что-то не так, то за этим следовало не просто объяснение, почему ты так сделала, а наказание. Ставили в угол, допустим. И даже более, так сказать, болезненные случаи. Например, мне, наверное, было 6, сестре 4 годика. Я не помню, что мы там сделали, но нам сказали. Сейчас сами принесёте из леса розги. Недалеко был лес. Я помню, это дорога туда в лес. У нас такая длинная дорога. Я ведь знала, что я там должна была делать. И что будет за этим. Я помню, помню, как сестра кричала от боли, когда ей ремнём били. И второе. Я тоже помню, это будет меня сопровождать до конца жизни. Как моя мать подвергалась насилию, когда маленькие дети видят это. Это шок, травма, которая будет очень-очень долго оставаться у них в памяти. А какие чувства остались у тебя в памяти? Что маленькая Америка чувствовала? Ты начинаешь в какой-то момент осознавать. Четыре, может, года ты не понимаешь, а потом понимаешь. Это чувство страха. Вот розги, извиения. Почему? Почему? Нас не признавали, нас не поддерживали. Да, у нас дома были вещи, но вещи вещами. Но мы не слышали доброго слова, ласки. Вот это чувство страха было преобладающим. Потом оно переросло в чувство неполноценности. Не могу рассказать вам случай. Ну, я где-то была полноватая в 6-7 лет. Пошла в школу, и мальчики кричали, ой, толстушка, толстушка. Ты в шоке. Ты не знаешь вообще, что делать. Я никому не рассказывала об этом. Держала это в себе. А второе, родители моей мамы жили тоже в деревне, и бабушка там очень меня берегла, поддерживала. Мне там было очень хорошо. Это было такое место, безопасное, где я могла проводить лето. И мне там очень нравилось гулять по полю. Ну, по крайней мере, был такой пункт опоры для меня, что придавало силы. Твоя самооценка в детстве, какой она была? Наверное, очень низкая. Очень, очень низкая самооценка. когда тебе в первом классе дразнят, толстушка. Ну, что там может дальше быть? Конечно же, это было одно так очень для меня значимое слово. Когда я смотрела в зеркало, я не видела, что отражение такой милой толстушки вижу. Ну, радость приносили вот тогда мне эти маленькие цветы, букашки, которые я видела. Хотя у нас, в общем-то, мама была теплая, с мамой была теплая связь, прочная связь. Я видела, как тяжело ей иногда бывает. Она ведь каждый день должна была себя демонстрировать в качестве матери, в качестве супруги. А дальше? твой подростковый возраст, как ты можешь охарактеризовать этот период? Опять-таки страх перед отцом. Я боялась, я боялась отца. И я ничем не делилась. То, что произошло в детстве со мной, с сестрой, перешло в подростковый возраст, и там возник какой-то блок, стена. Я все хранила в себе, внутри себя. Да, элементарные вещи какие-то там, вот это надо сделать, то надо сделать, да. А вот такой близости, открытости не было абсолютно, абсолютно между нами. а молодой, взрослый возраст, что там было, что я еще помню. Я очень много занималась спортом, до сих пор занимаюсь, играла в волейбол. Это было отражение, ведь мы много участвовали в соревнованиях, но опять-таки меня преследовал страх, а вдруг я потерплю неудачу в соревнованиях. Мне очень нравился спорт, но я очень часто боролась на площадке сама с собой, а вдруг я потерплю неудачу, вдруг тренер будет мной недовольен. Ну, 18 лет я оказалась в Таллине, очевидно, мне было 20 с лишним лет, опять-таки отражение, вот когда меня дразнили толстушкой, я помню, я пошла к гинекологу, и врач сказала мне, Мерке, ты хочешь стать действительно матерью и вот тут произошел у меня такой щелчок, конечно, хочу, я ведь знала, если я буду матерью, я никогда не буду поступать так, как со мной поступали и с моей сестрой, я получила поддержку, за что я очень благодарна, лечение, я вышла из этого, здоровой, да, поделись со своим опытом рождения у тебя первого ребенка, да, я выздоровела от анорексии, жила в Таллине, работала, пыталась найти свое место здесь, конечно, постоянно, следовало чувство, я недостаточно, мне постоянно нужно было доказывать, что я способна на это, на то, то есть, надо было как-то закрепиться и быть вот этой хорошей Мерике, молодцом, мне стало тридцать и я помню, где-то я гуляла у моря и хотела, ой, чтобы у меня был сын, как я хотела сына, желание исполнилось, пошла к врачу, да, да, и вот у меня был, родился сын, на восьмом месяце беременности я приехала с Хиума домой и мой спутник там вдруг сказал, все, я ухожу, все, я больше тебя не люблю, у меня другая, все, и ушел в тот же самый вечер, ну, вот тогда вся моя жизнь рухнула, позвонила в скорую помощь, вот шок, травма, все это было слишком, ну, а что потом случилось, ты сам сломан, и я не знала, я не умела даже обратиться за помощью к психотерапевту, вот такой был момент в жизни, как я ждала вечеров, чтобы поскорее мой сын заснул, у меня просто уже силы были на исходе, до шестого годика, к счастью, он мог у бабушки проводить время, и что в Америке делала по вечерам, как вы думаете? Алкоголь, 2008, 2009 год, что облегчало мне боль, печаль, веселилась, пятницу, субботу, воскресенье себя отвратительно чувствовала, где-то длилась все это шесть лет, начался поворот к восстановлению, опять-таки влюбилась в парня из Перну, и я поняла, что мы переезжаем в Перну, мальчик пошел в первый класс в Таллине, он не хотел уезжать, у меня друзья, но я поняла, что переезд в Перну это был единственный правильный выбор, мальчик пошел в школу во второй класс, мы получили там квартиру, прямо недалеко от моря, и вот там у меня наступило второе дыхание, я гуляла там по берегу моря по вечерам, в нем было больше времени для себя, для своего сына, и я в конце концов поняла, что Господи, у тебя такой прекрасный сын, 7 лет, где ты была все это время, это время, проведенное вместе, этот воздух, море, опять-таки воспоминания Хиюма придало мне сил, кто ты как женщина, какие у тебя ценности, какова твоя задача в жизни, для чего ты сюда пришла, в этот мир, да, поделись, что ты делала для того, чтобы действительно выздороветь, восстановиться, могу сказать, что 10 лет из моей жизни как бы вырезаны, с одной стороны это короткий, с другой стороны длинный срок, и в продолжение вот к Пярну, мы снова возвратились потом в Таллин, жизнь приняла новый оборот, я проводила очень много времени у моря, занималась спортом, это всегда поддерживает тебя, и что я еще поняла, освобождающее дыхание, я этим занимаюсь регулярно, мне это подходит, мне это нравится, два года тому назад, вот я занялась консультированием равной равному, что это такое, я раньше об этом не слышала, но конечно надо было написать мотивационное письмо, в сферу раза я туда не попала в круг консультантов, но у меня была тема беременность, шок, и я начала понимать, что у меня такой богатый опыт, что я могу другим передать, и благодаря поддержке психолога, все вот эти свои истории, опыт я могла снова проработать, прояснить для себя и поделиться с другими, и я поняла, какая большая ценность в этом, через свой опыт, я вот здесь с вами рассказываю вам свою историю, рассказываю как скатку, даже с улыбкой, сколько ценного я могу сегодня предложить как женщина, как мать, как консультант, другим, у кого схожий опыт, то есть мой багаж опыт настолько богатый, и он действительно окрыляет, помогает и имеет действительно большую ценность. И в заключение, что ты бы посоветовала родителям, которые сами в детстве испытали физическое, эмоциональное насилие, а сейчас сами родители. Первое, что меня охватило, когда мне спросили, хочешь ты иметь ребенка, первая мысль у меня была, я никогда, никогда не буду поступать со своими детьми так, как поступали со мной, никакого ремня, никаких розг, слова, говори, слушай, будь рядом с ним, смелость высказать свою правду, да, у меня сегодня четырехлетняя девочка, свои вызовы, темп, скорость, я понимаю, что вот даже эти пять минут я должна для нее найти, поиграть в прятки, выслушать ее, не отталкивая ее, своего сына может быть я еще отталкивала, но и вот это объятие матери, теплое объятие, в нем нуждается каждый ребенок, спасибо, спасибо Мерике, это была действительно очень теплая вдушевляющая история, спасибо, что ты согласилась поделиться своей историей, конечно же, у нас ведь у всех одна жизнь, я действительно всячески стараюсь поддерживать, воодушевлять людей, спасибо, спасибо, Мерике, у нас есть вопрос тебе, что является самым сложным при изменении такой схемы поведения, я думаю, что признаться вот когда что-то случается, то да, вот так случится, и не стараться найти вину или виновного, а просто надо искать выход, то есть именно выход, надо искать выход, а не стопориться на виновных, будет ли у тех, кто присутствует в зале вопрос к Мерике, или хотите прокомментировать, задать вопрос, нет, что с сыном стало, но сыну исполняется уже 17, и я признаюсь, что были сложные моменты, и приведу еще одно такое отражение в прошлом году, вот могу сказать, что подростковый возраст был крайне сложным, я сидела на краю кровати в прошлом году, и он мне сказал, что вот тебя не было меня, тебя не было в жизни моей, я, и я попросила ну прощение, и он простил, он очень хороший мальчик, он учится в юрисской гимназии, занимается спортом, все хорошо, спасибо. Спасибо.